Только за 9 месяцев полномасштабной войны, по данным Форбс, оккупанты потеряли в Украине техники на 21 миллиард долларов. 22 июня 1941 года нацистская Германия имела в строю 3332 танка. Этого количества Гитлеру хватило, чтобы оккупировать Беларусь, Украину и дойти до окраин Москвы. Путину не хватило более 3000 танков, чтобы выполнить хотя бы одну из целей так называемой спецоперации. Т-90М прорыв и он открывает наш рейтинг самых дорогих потерь российской армии в Украине. Экспортная модификация имеет цельник в 4,5 миллиона долларов. И вот так эти огромные деньги превращаются в металлолом. Помимо 3000 танков Россия уже потеряла 6000 боевых бронированных машин. Поэтому российский ВПК просто не успевает компенсировать потери. Россия потеряла не только тысячи экземпляров боевых машин, но и способность восстановить запасы. Но дальше только дороже и хуже. Наш рейтинг российских потерь продолжают. Вот ценник русских железных стервятников, чтобы примерно понимать, какие потери в воздухе несет РФ. Вертолеты К-52, Ми-8 и Ми-28 стоят от 15 до 18 миллионов долларов. Самым дешевым российским военным самолетом считается бомбардировщик Су-24 стоимостью в 6 миллионов. Штурмовик Су-25 11 миллионов долларов. Истребитель-бомбардировщик Су-34 оценивают в 36 миллионов. До 60 миллионов стоят экспортные модификации истребителя Су-30. Его старший брат Су-35 потянет уже на 100 миллионов долларов. Но есть самолет не просто более дорогой, бесценный для российской армии. Ту-95 известный как «Медведь», носитель ядерного оружия и крылатых ракет Х-101 и Х-55. И базируется Ту-95 на том же аэродроме «Энгельс» возле Саратова. Конечно, российское командование тщательно скрывает потери. Но согласно спутниковым снимкам, по меньшей мере, один самолет поврежден так, что восстановить его невозможно. Но как дроны смогли поразить Ту-95 в глубоком русском тылу? Ответ далее в следующем разделе рейтинга. Современные мобильные способны работать повсюду и в любых погодных условиях. Таковыми считала российская пропаганда своей системы противовоздушной обороны. Начиная от «Панциря» и «Тора». И заканчивая комплексами С-300 и средствами радиоразведки и радиоэлектронной борьбы. То, что, по идее, гарантировало защиту с воздуха. Вот так, кстати, выглядит уничтоженный комплекс С-300. 250 миллионов долларов за дивизион из четырех машин. А это комплекс разведки «Зоопарк». 15 миллионов долларов было. В СУ уничтожили или захватили треть из имеющихся до 24 февраля «Панцирей» и «Тора». Так что теперь их не хватает не только на фронте, но и в тылу. И эти дыры не залатать никакими деньгами. Следовательно, Россия и далее будет нести потери от атак по военной инфраструктуре. А дальше в нашем рейтинге речь пойдет уже не о миллионах, а о миллиардах долларов. В морских баталиях Россия потеряла 16 судов. Но каких? Вот небольшой, но достаточно дорогой «Раптор». А это «Раптор», снятый камерой «Байрактара». Минус 2 миллиона долларов. Вот так во временно оккупированном Бердянске шел ко дну большой десантный корабль «Саратов». Приблизительная стоимость 75 миллионов долларов. И, конечно, бывший флагман Черноморского флота РФ – ракетный крейсер «Москва». По оценкам издания «Форбс», двумя ракетами из украинского комплекса «Нептун» наши силы обороны отминусовали у россиян 750 миллионов долларов. Так что Москву можно вносить в перечень практически невосполнимых потерь, как, собственно, и следующие. Терри России во время агрессии против Грузии составили 67 человек. Сирийская компания, 116 военнослужащих. Первая и вторая – чеченские войны, 5,5 и 3600 убитых. За 10 лет афганской войны погибли 14,5 тысяч. А за 10 месяцев российско-украинской войны уже 100 тысяч россиян. Власти России оценили гибель каждого оккупанта в 73 тысячи долларов. И выходит, что за 100 тысяч убитых необходимо выплатить 7 миллиардов 300 миллионов долларов. Но есть еще одна потеря, которая точно измеряется не деньгами. Это окончательная потеря репутации и любого влияния Москвы в цивилизованном мире. Поэтому цена агрессии для Путина и россиян – длительное обнищание от войны и международных санкций, и отсутствие каких-либо перспектив на...